здравствуйте у нас в гостях сегодня актер александр феклистов добрый день здравствуйте спасибо что пришли и спасибо что доехали спасибо что пригласили вы чувствуете себя в иммиграции вот пришло это осознание в общем да я не кокетничаю с этим словом и я понимаю что это миграция это не релокация это миграция и в общем это пришло почти сразу как только пришло решение о том что надо уезжать к сожалению хотя это произошло не сразу я я еще какое-то время все-таки работал в москве и у меня было ощущение что мы со зрителем нужны друг другу такое банальное вроде бы банальное но прекрасное чувство но к сожалению потом стали закрываться спектакли и осталось возможности контакта вот такого как это то есть постепенно один за одним отменяли потому что позиция да видимо то есть это же никто не объявляет и это вообще противозаконно то есть нет такого закона непонятно на каком основании никто не пишет никаких бумаг это все продолжается так сказать наше пресловутая телефонное право запугивание и так далее так далее вам никто ничего не объяснял нет ну как сказать кто-то объяснял кто-то ну как объяснял главный режиссер говорит к сожалению не смог тебя отстоять ну вот так а перед кем это понятно кто те люди которые я не знаю ведь я работал во многих разных театрах и кто-то принадлежит к федеральному значению кто-то городскому да так что это я думаю что этот спрут он в общем везде проник и и как как это происходит технически я правда не знаю это было для вас болезненно вот когда это начало происходить или вы были к этому готовы я абсолютно был к этому готов и я понимал что а потом это же не только из моей позиции или там там закрыли собственно все почти спектакли дмитрий крымов и я в двух из них играл и я для себя так внутренне решал что это что это последнее что меня подвигнет на на разрыв с этим местом сожалению они было такого что говорили ну позицию можно не выражать или можно выражать потише или можно где-то промолчать и тогда все будет в порядке вот что-то подобное учитывая что ваша позиция еще с 2014 года вы активно не высказывали не с 2014 все все было тихо все-таки можно было как-то что-то говорить и высказывать другое дело что тебя никто об этом не спрашивает никогда а а уже вот во время этих действий последних военных были какие-то предложения какие-то такие сбоку прибег по поводу того что можем как-то исправить ситуацию давайте встретимся но я не стал встречаться потому что понятно что они могут предложить это не неприемлемо совершенно критики латунские стали появляться вот по отношению к вам по отношению к спектаклям вот было такое очернение уже даже на профессиональном уровне не только на лично вы знаете нет я не могу сказать поскольку существовал все время в какой старался существовать компаниях которые мне близки и в общем чувствовал себя вполне себе комфортно вот чисто психологические человеческие поэтому латунские не появлялись они появляются естественно на на лентах на комментариях но это понятно почему и деньги мы получаем из госдепа и и предатели мы ну это это все понятно и так это в общем поскольку мы все начитались книжек про сталинское время то как-то все эти термины они возникли не не заново а как тут все знакомо короче говоря вот книги про сталинское время много в перестроечное время стали публиковать и до и рыбаков когда вышли дети арбата и там несколько томов в том числе страх в котором как раз показана природа этого страха как люди начинают бояться даже смелые хорошие люди начинают бояться лучше я что-то не сделаю и лучше я с кем-то не пообщаюсь вот этот разрыв в близкой вам среде он происходил среди актеров среди ваших друзей и знакомых не было вот этого болезненного расставания или в этом пузыре в этом пузыре к сожалению мы существуем тоже в своих по все пузырях да я повторяюсь за всеми вашими героями но тем не менее я говорю я оставляю вот эту форточку для тех людей которые имеют противоположную позицию пытаюсь каким-то образом иногда пересылать информацию или что-то объяснять или что-то или с чем-то не соглашаться или над чем-то шутить так же как впрочем и с их стороны тоже другое дело что есть есть люди которые так категорично идут в ту сторону и становятся доверенными лицами не по каким-то там убеждениям а просто для того чтобы жить хорошо да это в общем грустно и обидно есть люди которые так сказать очень много категория их так трудно описать это надо так сказать садиться вспоминать и и буквализировать каждого человека но это уже вопрос к писателям и драматургам психологом и психиатром в том числе наверно а также к социологам психотерапевтом режиссером ну поскольку мы занимаемся такой профессии что как сказал замечательно один мой коллега человек который за соседним столиком в кафе ковыряется в зубах вилкой автоматически попадает в мой психобанк поэтому ну вот это происходит каким-то таким естественным органичным образом и в общем-то а михаил михаил звонецкий говорил что нашу что собственно папа по лицам же все видно и по лицам видно твой это человек или не твой то есть вам ни в ком не пришлось разочароваться все было понятно кто как себя поведет и все таки нет конечно конечно были были разочарования это и очень это грустно и больно я так подробно ни с кем не разговаривал просто есть ряд знакомых ряд коллег которые почему-то вот так черное на черное показывают что это белое и наоборот что с этим делать я не знаю просвещение 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 вот есть несколько примеров и конечно владимир машков и буква зе на фасаде театра это есть олег меньшиков который присутствует при подписании театр сотрудничать со следственным комитетом а если владимир есть никита михалков который снял утомленное солнце получил за это оскар и здесь иногда возникает вопрос а как так получается то есть с одной стороны меньшиков играла михалкова и они снимают утомленное солнце про репрессии а потом вдруг мы видим что эти люди готовы скажем так срасти с государством или роль это одна жизнь это другое это абсолютно разные вещи про михалкова как-то все давно понятно мне кажется причем так понятно в каком-то именно психосоматическом смысле когда человек грозит пальчиком даже японским жителям за то что у них фукусима взорвалась это потому что вы не верующий говорит он ну ну что тут только развести руками ну и дальше по по всем пунктам и конечно больно смотреть как висит буква з на театре у владимира львовича но это его выбором куда-то идет наверное министры или в президенты надо быть на волне так же как и у никита сергеевича даже советское время всегда при оппозиционных тогда якобы взглядах в кармане на примере кинофильмов торчала газета правда из кармана это все в общем в общем можно было определить своего да ой ребята но все это конечно тяжело и грустно вот история с константином хабинском это что-то из другого ряда есть опять же много домыслов много слухов много вбросов я скажу как и есть нас нет никакого доступа к первоисточнику но одна из версий что это попытка спасти трупу от мобилизации да так люди себе говорят так люди себе придумают так так считают отчасти это правда но я повторюсь не надо было идти на эту должность ты же понимаешь как какую цену тебе придется заплатить за это причем это касается даже не последних времен а всех времен я своему другу покойному роману козыкову тоже сказал первое что из меня вырвалось когда он стал на пост художественного руководителя театра пушкина зачем ты туда пошел ты понимаешь что это такое это же такая ответственность но может быть это я со своего шестка так смотрю конечно люди хотят иметь бюджет для хорошего спектакля свою трупу которую они хотят воспитать или которые они уже воспитали как козык брусникин на курсе школе-студии мхат это я тоже понимаю очень хорошо но тем не менее мне казалось что можно просто ставить спектакли и не не входить в взаимоотношения с властью ну тут уже какой-то кредитинный диссонанс возникает видимо по своим соображениям именно режиссерским больше свободы больше воли больше возможностей близость к трупе к людям это тоже очень важные вещи конечно я понимаю а была иллюзия или не иллюзия может быть что театр в россии остается такой территории свободы не самое массовое искусство власть наверное не так интересует как кинематограф или телевидение и что там можно говорить там можно творить даже в условиях вот этой трансформации которая происходила власть или это изначально была ошибочная такая история до последнего времени более-менее да но поскольку мы мы вышли еще из советского театра и начиналась вообще так сказать нашего карьера с творческая самостоятельная будем так говорить со со спектаклем рожек эмигранты который был запрещен это был восемьдесят третий год андроповское время да вот только-только умер до брежнев это пьесу нельзя было играть по причине того что даже не потому что мрожек рисовал карикатуры политические или что-то он такой писал антисоветская вовсе нет ничего там такого не было это скорее приближается пьесам абсурда вообще вся его драматургия а потому что он мигрант его карали за то что он мигрант из социалистического лагеря но опять же как иммигрант он уехал в мексику потому что он женился на мексиканской своей прекрасной супруге и вот это нельзя было играть поэтому и мы но нам хотелось говорить о том о чем не говорили в театре и мы сделали спектакль он о том что два человека два эмигранта волею судеб живут в одном подвале один мечтает о том чтобы написать книгу о свободе а второй хочет заработать побольше денег и привести их обратно и построить себе двухэтажный дом вот и лучше пьесы я свою жизнь больше не встретил к сожалению или к счастью но после этого нас не пускали за границу вызывали в кгб в общем по всем этим всем этапом микроэтапом потом потом позволили играть это под афишей началась перестройка мы стали играть это открыто и поехали по миру с этим спектаклем потом мы стали делать я ушел немножко от вашего вопроса простите потом мы сделали в ожидании году нам хотелось и абсурд попробовать на зубок это такой скорее спортивный интерес потому что абсурд тоже практически нельзя было играть до хармс вот все вот по всем этим авторам которые которые были недоступны и потом казалось бы все наладилось и можно было играть все что хочешь это был один такой интересный момент нет не имеющий отношения к вашему вопросу где-то в начале двухтысячных я играл небольшую роль молотова но поскольку в конце 80-х мы и в 80-е и в 70-е мы читали подпольные книжки сам издатовские перепечатки и так далее так далее и мы в общем многое знали и много чего читали к тому времени и уже это так сказать немножко даже приелось как это не стыдно сказать мы перестали читать что-то о сталинском времени да и все что напечатали тоже и и я пошел в магазин просто в книжной тогда еще не было такого открытого интернета и посмотреть что же там сейчас про сталина какие книжки вообще есть ли они в двухтысячном году я как-то не подходил к лотку к разделу история до этого только художественной литературе и тут значит ужас я увидел гигантское количество книг сталин наш герой сталин победитель и я понял что я проспал или я не просыпался или я вот находился в том пресловутом пузыре я не ожидал что это таким пышным цветом цветет нашем обществе вот ну а теперь видите теперь мы теперь мы не можем какие-то пьесы играть мы не можем многие права отозваны какие-то авторы не хотят чтобы их исполняли в россии ну и вернулась пресловутая цензура в общем мы имеем то что имели раньше а вот эта встреча с сотрудниками кгб когда вас вызывали она запомнилась вам или это когда уже даже очень вы знаете это был это был 81 по моему 82 да это было до премьеры мигрантов а послужило триггером то что мы я переписывался с польскими друзьями они нам прислали значки солидарности мы их смело надели и стали носить в институте потом наступило время цензуры в польше сначала туда нельзя было провозить и посылать письма вернее можно но потом мне показывала моя подруга что вот эти мои письма с печатью проверено цензурой видел собственный почерк на которой печать и тогда был придуман другой способ мы она присылала мне конверты и в этих конвертах внутри польши не было цензуры а из-за границы цензурировали и иллюстрировали и это письмо надо было передать на белорусском вокзале просто человеку какому-то попросить бросить в почтовый ящик ровно ровно так это и длилось какое-то время а потом меня через наш какой-то мне помощь первый отдел второй отдел как-то он назывался на институте с тобой хотят поговорить в комитете государственной безопасности на какую же тему ну там тебе скажут я пришел в эту приемную передо мной разложили значит какие-то протоколы документы и мое письмо в том числе и рассказали что она была найдена за зеркалом в поезде в туалете москва-варшава вот графологическая экспертиза характерное поднятие буковки а наверх и так далее ну зачем столько тратить времени и сил я и сам могу вам сказать что это ну вот вы пишете что от шутливое письмо было дружеское абсолютно вы пишете что эти гады опять подняли цену на водку я говорю а вам нравится это так перейдем к следующему вопросу ему тоже видимо не нравилось но и дальше все шло так как описывалось это в те старые старые давнишние сталинские времена этот следователь был злой он угрожал сказал что мы не закончим института если вы так будете себя вести а потом пришел добрый следователь все разыграли подождите подождите сейчас мы поговорим решим да они спросили ну что же такое александр ну надо как-то надо как-то выходить из этой ситуации ну вы же вы подающие надежды молодой актер вы должны как-то что надо сделать что вы хотите от меня что я должен сказать я я написал шутливое письмо действительно там не было никаких политических лозунгов там ничего не было давайте напишем что это шутка но я не мог сказать что нет я все-таки буду бороться за правду да конечно сказал я давайте я подписал что написал заявление что это письмо было шуткой что являлась правдой но для них это не было шутка и в общем это осталось так где-то наверно лежит это маленькая дельце ну потом не пускали за границу до какое-то время искали но эти люди удалось как-то изучить это какой-то особый тип вот тех людей которые идут в чека идут в кгб идут фсб сегодня то есть они плюс-минус повторяют какие-то основные черты в общем то конечно это такой психотип который делал карьеру не взирая на мысли собственные убеждения я помню что так мы сегодня немножко много возвращаемся в советское время но я четко помню какой был удар для нас в десятом классе когда учитель один из учителей пошел работать из школы в райком комсомола или в райком партии и мы тогда уже все как-то соображали понимали потому что другая учительница уже подсовывала нам запрещенного гумилёва латонова и так далее это все в перепечатках было и мы понимали что что-то что-то происходит со школьной программой она не соответствует тому что на самом деле можно прочитать или что было историческом смысле правда и что нет что нам лгут это мы как-то понимали уже и вот когда этот учитель ушел туда по карьерной лестнице мы поняли его понимая что там стабильность там зарплата там карьера но это было для нас такой микротравмой тогда и те люди которые пошли в кгб фсб это какой-то особый наверно тип людей я не знаю ну я не мог не могу и не не мог их никогда понять ну или тогда ничего не нельзя ничего не прочтя туда можно пойти или наплевав и надавив на себя перешагнув через свои убеждения с одной стороны мы же понимаем что такие структуры должны быть в каждом государстве но мы имеем такую историю что что трудно представить себя что это может быть профессии по по душе или по сердцу это чисто карьерная история а то что давлатов сформулировал в своем романе зона сказал мы конечно можем ругать товарища сталина кто же написал 4 миллиона доносов история с доносами которые если посмотреть на российскую запрещенную в том числе культур и разрешенные культовые какие-то вещи доносы это плохо стучать это плохо это писано с одной стороны а с другой стороны мы видим что происходило тогда и видим что происходит сейчас доносы становится ну просто обычным обыденным делом вас есть объяснение что происходит человеческой природы и почему почему так много людей готовы идти на такой шаг и даже я не говорю о тех кого вынуждают и ставят там перед таким радикальным выбором но это видимо всегда было в истории человечества с одной стороны да такой общий ответ с другой стороны мне хочется верить что их не так много это какой-то особый тип людей который который всегда писал на какую-либо тему я не 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 обеляю вовсе этих людей и здесь что-то происходит что-то щелкнуло в головах это же происходит даже не для того чтобы получить квартиру на которую комнату как было в сталинские времена а это происходит по какому-то велению сердца вот что страшно это порыв это по это порыв да это разрыв мне нечего сказать честно вам скажу мне нечего сказать на эту тему я поражен я я изумлен я я восхищен да можно сказать но это ужасно все но вам не приходилось с этим сталкиваться на вас не писали я не знаю после доносов обычно вызывают разбираются ну как-то никто со мной не разбирался никогда но вот то письмо которое обнаружили сотрудники кгб думаете это случайность они его действительно просто нашли или кто-то по я не знаю может быть тот человек которому я передал я даже не помню кому я передал это просто на платформе кому-то может быть он сам его сдал боясь или не желая связываться так сказать и понимаю что могут найти будут какие-то после этого санкции может быть это был сотрудник кгб польши или дипломатические работники я не знаю это уже вопрос к писателям которые будут это описывать или ко мне лично если соберусь написать об этом новеллу хотя вот это моя подруга которую письмо передавали она написала большой большой статью в газете на журналист это было напечатано вот подробные истории нашей наших взаимоотношений там целая компания была и кстати говоря я явился тоже отчасти доносчиком потому что я передал привет от коле вася петь и ваня и нашей подруги они и ровно всех колю петь ваню вызвали тоже по цепочке то есть все да все там до всех кого как все все от кого я передал привет все всех вызвали даже у нас есть подозрение что один человек согласился сотрудничать ну так подозрение но если она возникла не только у меня то это может быть уже ну вот как это происходит не знаю а время и люди потому что вадим обдрашитов в 80-е снял фильм плюмбом или опасная игра вы там сыграли одну из главных ролей и эта история про мальчика который как он считал видимо все таки борется с преступностью абсолютно лишенной эмпатии абсолютно лишенной сердце мы с вадимом брошитовым к сожалению нашел из жизни общались и разговаривали по поводу фильма назвал целлоидным таким героем а вот это же как раз мне кажется очень сильный метафора вот человек из кгб человек без сердца человек из кгб в 15 лет до до это совершенно страшный герой же невероятно тут гениальное попадание просто кастинговая с одной стороны вот антон андросов который сыграл эту роль и он же был десятиклассником но он был абсолютно убежденным но как тогда говорили убежденным ленинцем а если уж больше сказать и сталинцем и вот пожалуйста как как это вот к нашему разговору да как люди оказываются по ту сторону будем так говорить пафосно добра и зла но он думал что это добро если он вообще способен это отличать к сожалению где он этого нахватался почему так произошло ну тут миллион ответов которые мы с одной стороны знаем с другой стороны мы фиксируем ну вадим мисупчик уже фиксировал это вот как данность и тогда надо было бы снимать сериал уже так сказать про то почему это возникло как это возникло какие фразы он услышал в своей жизни на каком уроке истории или литературы или от завуча или от друзей или от родителей что он что это поселило в нем вот это зло это желание быть против против человека будем так говорить не знаю это вопросы к нашему времени и к нам ко всем как так получается что многие люди хотят чтобы мы убивали и хотят быть убитыми но это же против вообще человеческой природы как с этим быть это искаженная картина понимания мира ведь если опять же посмотреть на фильм в конце пытается объяснить что это не из-за него она погибает не он а то есть у него там не то чтобы попытка оправдания это но тем не менее попытка объяснение то есть вопрос трактовки добра и зла что такое хорошо что такое плохо вот эти понятия меняются и подменяются судя по всему ну тут я с вами не соглашусь или я неправильно вас понял как раз таки из-за него она и погибает но он же говорит это не из-за меня нет если помню финал может говорит он даже не может не понять что это из-за него да это другой вопрос но мы зрители понимаем что это так здесь вопрос нашего зрительского восприятия и его внутреннего восприятия и вот где вот эти критерии добра и зла просто размываются и каждый воспринимает по-своему нет четкого такого единого восприятия у разного человека я его не оправдывание в коем случае герой чудовищно да этот пазл не складывается мы этим мучаемся всю жизнь и я мучаюсь этим и и не понимаю как как люди оказываются вот вот на той стороне хотя были совершенно убежденные советские люди даже моего возраста меня это поражало я помню мы вот в эту нашу пресловутую польшу про которую мы сегодня много говорим мы ехали в поезде и один мой с другого мой коллега по этой поездке с другого факультета он так проснулся посмотрел окно потянулся искал скорее бы коммунизм наступил то есть он это и посмотрели на него но он это сказал искренне то есть еще кто-то в это верил я не знаю ну что он под этим имел ввиду но он это абсолютно искренне говорил вот еще оставались люди такие хотя конечно же в то время это было совершенно отдельная песня да как у нас спектакли в амхате спектакли так победим ленин беседует с крестьянами и они говорят мы же не против коммунизма мы просто хотим чтоб коммунизма от нас отделить чтоб коммунизма сама по себе а мы сами по себе и ленин так по-доброму усмехался зал смеялся поэтому это и это был действительно так это абсолютно две параллельные жизни напротив кремля здание было коммунизм победит а мы а мы рассказывали анекдоты брат а теперь это как-то вот слилось теперь это по-другому воспринимается не то что воспринимается а теперь вот этот коммунизм он влез в нашу личную жизнь нашу нашу работу нашу наши фантазии вот считается что авторитаризм трансформируется в тоталитаризм когда власти государства система пытается контролировать личную жизнь человека орла это называлось полиции мыслей что-то подобное произошло в россии как вы думаете и можно ли поздний советский период сравнить с нынешним когда легче было плане свобода или не свободу ну это все с одной стороны дело нюансов с другой стороны конечно мы помним как на я помню как на комсомольском собрании у нас в институте сгоряча мой сокурсник сказал что комсомол это труп нам не надо заниматься этим на на собрании института и его должны были отчислить но нам повезло потому что нашим худо руководителем курса был олег николаевич ефремов он все-таки имел такой большой вес ну давайте как-то мы его простим все-таки или что-то пусть он извинится и и он действительно сказал что я имел в виду только комсомольскую организацию нашего курса глобальном смысле а курс курс в театральном институте 25 человек и так в общем сошло это на нет но теперь люди которые выходят как по тому анекдоту даже с пустым листочком или с цветочком они получают штрафы они получают статьи ничего нового и не скажу так что глубже гидра залезла конечно в личную жизнь просто каждого гораздо глубже много вопросов приходит в том числе у нас в телеграме я начну их зачитывать и спрашивают наши зрители наталья спрашивает кто из коллег произвел на вас самое сильное впечатление и почему он последние последние годы последние два года вы видите какой мы ситуации мы мы в ситуации когда я сам буду закладывать каких-то своих коллег давайте так давайте по творческой линии знаете я снимался у тани лютаевой фильме синдром монтовидео точка монтовидео года два три назад уже и партнером моим был алексей серебряков вот на меня он сильнейшие впечатления произвел просто по в актерском именно плане когда рядом с тобой человек настолько глубоко проживает очень сильно проживает какие-то чувства что это что тебе становится легко партнерствовать легко отвечать легко легко произносить ответную фразу это блестящий замечательный актер вот лёша так что лёша привет ну потом мне очень везло вообще на моих моих партнеров я им всем очень благодарен я никого не хочу выделять даже мне очень везло серебряковым до этого не пересекались на съемочной площадке мне кажется нет может быть в одном фильме играли но не не буквально а здесь мы играли так двух друзей это интересно что для меня серебряков и первое знакомство с ним это фильм фанат который тоже вышел в перестроечное время карате я его смотрел когда мы с родителями были где-то на юге и он привел очень сильное впечатление вообще вот это какая-то опять же отсылка к прошлому но без прошлого не понять настоящая вот это перестроечное кино особый какой-то получается период когда стало можно то чего было нельзя и стали об этом разговаривать да это был замечательный период кстати говоря он немножко заехал и в 90-е годы другое дело что в 90-х уже не было денег на это и появилась это жутко так называемые кооперативное кино это как шонов то что много с ним что-то такое да ну вообще много такого было и из из редакторского из авторского кино превратилось в такое продюсерское зарабатывание денег сожалению для я для себя это формулировал что такое ощущение что тебя в плен взяли железнодорожники и заставляют сниматься в своих фильмах потому что очень упал конечно планка упала там тот же вадим например а дрошитов он не мог снимать потому что мы не давали деньги у него не было бюджетов на его идеи а кто-то кто-то каким-то образом находил но время было да действительно прекрасно и вот когда сейчас даже когда ну понятно что относительно прекрасно и понятно что сейчас мне могут ответить что было очень тяжело у меня у самого между рамами висела какая-то колбаса сохраняясь под которые по случаю купил все понятно но тем не менее когда сейчас к чему-то готовишься какой-то ролик надо найти то самое большое количество ссылок на фильмы про писателей про про сталинское время про художников так далее было снято именно вот в таком научно-популярном просветительском смысле как раз таки в конец восьмидесятых девяностые это все было на телевидении сейчас это уже нету практически очень мало военное кино то что снимали советское время это что снимает современной россии а потому что да с одной стороны можно наверное услышать цензуры и так далее были фильмы там эпопея озерова которая не совсем исторически достоверно но было много других фильмов которые снимали люди которые в том числе видели и помнили эту войну вы снимались в батальонах батальоны просит огня со сбруевым это фильм о форсировании днепра который сейчас воспринимают совсем по-другому русские украинцы воевали с нацистской германией тогда честнее снимали кино или это тоже некая иллюзия нет это я я какие-то кусочки смотрел не так давно но это все ужасно совершенно вплоть до того что один мой друг увидел это это даже разрезали на мемы когда форсированные днепра и это все очень игрушечная такая война смешная и вообще такое ощущение что не не фронтовики не солдаты победили великое отечественное во второй мировой политруки не это актеры именно актеры такие все бравые такие прям да так вот это начали когда началась война вот уже последняя то какие-то кусочки появились на мемах когда форсирует красная армия днепр расстреливает там каких-то одиночных пугающихся немцев это все конечно забавно более того один мой друг заметил что мы форсировали не тот берег на ту сторону форсировались на противоположную так что это все абсолютно поэтому очень очень редко ну во первых естественно сегодня это все банально я уже не первый кто это говорит невозможно смотреть на эту тему сейчас картины они в большинстве своем живые но даже не в этом дело там конечно же существует герман великий герман наш на дорогах именно да и тогда и 20 дней без войны но невозможно из-за внутреннего отношения к этой теме теперь смотреть это все поменялось именно внутри менялась в отношении к армии освободители как поменялось на армию захватчика и так далее все просто поменялось ровно на плюс на минус поэтому очень трудно это так же как ушел праздник день победы хотя это был прекрасный праздник отец мой воевал и в общем что говорить а вот этот культ войны который в какой-то момент начали формировать с моей бабушкой и дедушка дедушка прошел блокаду ленинграда бабушка была как раз в оккупации так далее и вот то что они говорили это вот фраза правда из моего детства вот лишь бы не было войны лишь бы не было никакой героизации просто это страшное время которое они пережили и когда они выжили а ну дед мне иногда рассказывал про блокаду ленинград на страшные вещи да то есть как они там ели эти лепешки из опилок в общем много всего и как-то они не хотели об этом вспоминать когда все поменялось когда вот лишь бы не было войны стало можем повторить и почему ведь то кто насаживал эти нарративы их ближайшие родственники войну видели наверное тут много очень вопрос ответов на эту тему наверное самый простой близкий наверное те кто затеяли эту войну ведь буквально там все эти двадцать двадцать четыре года мы задавали себе глупейшие внутренние вопросы но почему же если такой колоссальный фонд как он там называется уже не помню президентский или как-то но почему же при таком колоссальном фонде не повышают зарплаты врачам докторам национального состояния учителя почему это все не идет на на внутреннюю жизнь страны это сейчас это так смешно звучит наши внутренние вопросы да потому что они копили на войну вот весь ответ и не нужны им образованные люди но тоже очень простые ответы а с другой стороны они конечно наверное они гораздо сложнее тут уже касается вот первой части нашего разговора касается человеческой природы отказ от собственных убеждений принципов поэтому трудные вопросы задаете вадим зачитаю еще вопросы из нашего чата их много уважаемый александр васильевич спасибо за вашу позицию пожалуйста расскажите что вы чувствуете по отношению коллегам которые зигуют особенно коллегам по сериала сваты спасибо сложные чувства я испытываю мне больно и обидно и горько по отношению к коллегам которые зигуют это сериал это квартал 95 ну послушайте зигуют же многие люди и не в своей обычной жизни а кто-то кто-то убежденный человек кто-то убежденный советский человек и и я даже не знаю как к этому относиться но кто-то вам написал из-за вашей позиции там олеся железняк да господь с вами нет нет конечно нет прокляла или подержал или просто нет ничего такого нет нет олеся поздравляет с днем рождения президента поэтому как она могла написать нет владимир пишет из украины хочу передать слава благодарности за четкую позицию 2014 года и слава поддержки из-за вынужденной иммиграции вопрос столько уже талантливейших актеров режиссеров и продюсеров русскоязычного кинематографа сейчас находится в эмиграции есть ли вероятность того что мы увидим плоды совместного творчества вот спасибо буквально сегодня некоторые зрители города риги увидят плоды совместного творчества тоталитарный роман читка пирс мы читаем пьесу мариса вошкевича тоталитарный роман где будут актеры из литвы и латвии и российские актеры я не знаю нас так называют российскими как нас еще назвать нас есть кто-то из германии кто-то из испании и так далее вот плоды пока такие вместе с филиппенко до из да александр георгиевич сегодня будет тоже завтра завтра прошу прощения 28 да и чулпан хаматова филипп григорян еще много других фамилий которых я пока не запомнил поскольку они латышские литовские но хочу сказать что это не в качестве рекламы а в качестве такого подарка судьбы редко попадаются очень хорошие пьесы совершенно искренне это говорю это удивительная пьеса которая тут знаете как ведь люди отвыкли ходить в театр потому что это абсолютно не совпадает с тем потоком информации и с тем ритмом получения информации да мы за час переживаем или за 20 минут мы переживаем читая ленту может быть иногда наверное больше если так сравнивать тем в спектакле который ты смотришь очень очень темпоритма этой информации сильный поэтому люди перестали ходить в кино в театр а здесь она так скроена эта пьеса что там нет такого линейного сюжета и там время переносит на сток михаил фанасьевич булгаков то потом михаил фанович становится мастером а елена сергеевна его жена становится маргаритой а еще параллельно автор он же ведущий разговаривает с режиссером из таджикистана а еще узбекский живописец едет смотреть на свои полотна в ну гус то есть это все вместе как каким-то образом монтируется и и замечательно то что что это совершенно спокойно воспринимается это несложно вот этот монтаж и этот театральный воздух который внес от мариус это меня это прям поразило и порадовал очень что есть что есть такие драматурги сегодня на это снова отсылка к булгаков он становится снова очень актуально но пьеса написано раньше чем вышел фильм так что мы чисты в этом смысле даже вот некое капсулирование времени которое было у булгакова это москва 30-х годов и как актуально сейчас перечитывать мастера маргарит то есть он зафиксировал какую-то тенденцию которая сейчас а его даже не надо перечитывать и он просто вспомнить мы же узнаем да очень хорошо это словом да я тоже почти наизусть так сказать мы когда-то и играли это естественно ну да очень прямые аналогии мы оказались в этом времени сейчас почти в этом времени хотя наверное нам бабушки и дедушки наши сказали бы ой внучата это вам так кажется ну правда ну вот сейчас судят орлова мемориал правозащитника и он рассказал в своем последнем слове о том что вашим внукам будет стыдно говорить где служили их бабушки и дедушки и это опять возвращает нас к сталинской времена когда внукам стыдно за то что делали их бабушки и дедушки которые работали на систему почему вот это какая-то особенность россии вот этот цикличность истории возвращения к тому что было со своими нюансами возвращение я почти вот я как раз продолжу эту тему этого этой пьесы тоталитарный роман попытаюсь ответить таким образом на ваш вопрос тоталитарный роман это пьеса о том как какими суровыми нитками пытается вот это имперское сознание имперский строй как его там как угодно называйте сохранить и сплотить дружественные народы причем это как бы как было в советское время так и и абсолютно сейчас то же самое происходит мы не хотим мы ну что тут все уже все на эту тему сказали разлом эпох разлом империи мы мы на мы наблюдаем вот в течение этих лет вот это падение этой империи и она не хочет отпускать другие народы свободные и не хочет чтобы они куда-то отплывали от этой атлантиды и поэтому мстит так что это такая скорее даже не не российская хотя ну что тут говорить российской в основном но имперская штука имперское сознание имперская это все к темам нашего разговора и мы никуда от этого не делись оно всплывает в нас и иногда это чувствуешь в самом себе какое-то какое-то вдруг отношение или какое-то понятие тебя ты понимаешь что ты не в ту сторону думал или не в ту сторону даже твоя мысль сейчас пошла я это очень болезненно болезненная тема поэтому я путаюсь в показаниях что называется но тем не менее вот про это наша пьеса и про про то о чем этот вопрос еще вопросы ирина пишет много вопросов из украины к сожалению вопрос коллег по сватом а ведь были тут в украине жили месяцами когда снимались кравченко родом из украины а теперь цитирую несут чушь про нацистов это помешательство или лицемерий ради денег а вас давно люблю задолго до сватов пишет ирина да нет ну какое помешательство слушайте ну кто то считал что украина не не страна даже снимаясь там внутри украины это все вот как раз к предыдущему вопросу это к вопросу вот этого болезненного имперского сознания какая украина страна какой язык украинский зачем это все кому это надо давайте жить как жили вот тут и все ответы и так люди считали даже мило общаясь с украинцами и это до начала большой войны все проявляли да и до аннексии крыма да ну мы спорим мы беседуем мы ругаемся но это четкое разделение внутри людей разлом произошел что с этим делать не знаю вы же зеленским встречались один раз как как это было видели ли его потенциал тогда политический управленческий послушайте но для одного раза очень я не могу никаких комментариев давать потому что глупо смешно это мы мы делали у нас было пятилетие или десятилетие пятилетие наверное да телеке это нашу пресловутого сериала сваты и он вел в этот вечер этом мы его так наблюдал вот в течение репетиции в течение этого вечера с человек с очень сильной харизмой и с очень хорошим юмором вот это я заметил его спросили на пресс-конференции тут буквально днях если путин вам не если путин вам позвонить что он и скажет он сказал ну как у меня позвонит у него нет мобильного телефона телега телеграфом с 1917 года не пользует вот поэтому да то есть это было достаточно весело учитывая здесь трагедию вот пожалуйста спрашивают еще у вас о русском языке мои дети учили русский язык как иностранной до войны вот он понимаю что не язык виноват происходящим но не нахожу мотивацию дальше изучать русский понадобится ли он в ближайшие десятилетия тем кто в ней россии бог знает понадобится он или не понадобится жизнь покажет язык он сам распорядиться по отношению к нам я пытался прошлом году учить свою внучку читать это тяжелое дело нас хотя давно этим не занимался оказалось что тяжелое дело зачем но мне хотелось бы чтобы она потом читала прекрасную литературу чтобы она что-то узнавала и получала удовольствие чтобы у нее что-то просыпалась или болела это все от литературы это все от от русского языка поэтому для этого нужно так не знаю не знаю а тут еще вопрос по поводу евгения миронова поддерживали ли вы с ним отношения или да нет не поддерживаю но просто и никогда не поддерживал ну в смысле сотрудничал играл спектакли на его выбор опять же мы много говорим сегодня выборе удивил вас да нет не удивил не удивил вот люди придумали себе позицию что надо сохранить театр ну не знаю но это их это их право их желание я не могу бросить даже камень потому что за ними стоят много людей много цехов много труп и так далее я это понимаю ну понять не могу с другой стороны тоже не могу джулиан барнс вы любите этого писателя постмодернизм букер почему он почему именно его предчувствие конца же да у него букер если не ошибаюсь получила книга я не помню за какую книгу он получил нет у меня есть и другие какие-то любимые книги даже название не помню но вот одна из тем мне было очень интересная книжка про про смерть про то как человек освобождается от от собственных страхов посредством того что он начинает выискивать как библиофил высказывания других великих людей о смерти и как они закончили свою жизнь и таким образом высвобождает вот это вот эту систему страха это все к нашим разговорам на самом деле мне кажется что просто люди которые поддерживают войну что-то не не узнали что-то не прочитали я хочу верить в это мне кажется это еще порт лень некоторых товарищей которые не просто не узнали ну возьми открой интернет ну сравни несколько сообщений тогда тебе может станет яснее мне кажется так я ушел от вашего вопроса это важная тема творчества туда как как это преломляется поэтому вот он изумительно совершенно я предлагал эту тему даже диме крым в свое время только он умеет так создавать такой волшебный вот этот театральный воздух беря какие-то события совершенно разных казалось бы времен эпох и сцен и и даже литератур разных но это вот как раз тот самый момент когда можно соединить в себе все эти страхи анекдоты свои страхи страхи великих людей положить их в одну коробочку и потом представить зрителю мне кажется это интересно потому что эта тема которая раз такая вечная и и теперь она очень важна тема смерти она так прям витает над всеми нами она близко наряду она не обесценилась из-за войны когда слишком много слишком рядом слишком близко нет ли какого-то не то чтобы привыкания но вот как некая неизбежность понятно что смерть неизбежно никто ее не сможет избежать но тем не менее то есть ее стало слишком много и это обесценивает но не зря же когда-то была придумана поговорка жизнь копейка но вот это как-то в русских людях давно сидит как-то таким каким как-то мы так почему-то относимся фатализм жизни до абсолютный фатализм и теперь это стало модной какой-то темой дурацкое слово но но так не очень понятно почему надо умирать за какие идеалы надо умирать но те кто отправляют умирать боится смерть мы это видим естественно смерти боятся все естественно они делают все чтобы не допустить своего ухода но мы 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 чувствуем себя людьми когда мы перед перед перебарываем этот страх но существует много других страхов за за родных за за мам за детей скажу и этот страх нельзя они не чувствуете не понимать и есть и да конечно обесценилась тоже если такое количество добровольцев идет ну значит по-разному это случается я слышал например в аэропорту так еще года полтора назад сидят молодые парни и я услышал краем уха и понятно что они из какой-то маленького городка или даже деревне один говорит но а что я бегать что ли буду пойду служить конечно то есть вот он говорит бегать буду ему неловко и стыдно перед насильчанами перед знакомыми готов пойти убивать готов вот понимаете мы оказываемся да вот перед этими экзистенциальными вопросами которые на которых нет ответа но он не наверное не говорит себе так и думает так это печально завершение я хотел спросить этот вопрос задаю многим нашим гостям которые были вынуждены уехать из россии планируете вернуться не знаю нет пока не планирую не вижу для себя этой возможности то есть это билет в один конец к сожалению так пока так будем будем посмотреть конечно но но я не вижу не вижу не понимаю спасибо вам большое что пришли в мосевер сегодня спасибо вам доброго и до свидания до свидания